Что такое счастье? У каждого человека свои критерии счастливого состояния. Основная трактовка звучит примерно так. Как состояние наивысшей удовлетворенности условиями своего существования. То есть человек счастлив тогда, когда в жизни у него всё лазится. Сегодня мы познакомимся с людьми, которые считают себя счастливыми. Кстати, к ним отношу и себя. Ведь идти на работу с удовольствием – это тоже счастье. В этом специальном репортаже слово «счастье» прозвучит 59 раз. Небольшое уточнение – уже 60 раз. Начнём с улиц Могилёва. Давайте узнаем у горожан, что, по их мнению, есть счастье. Счастье – это когда здоровы все близкие и родные люди. Когда всё хорошо в семье, когда никто не болеет, когда, самое главное, доброта, чтобы у всех была. Не в деньгах счастья, как говорится в пословице. Счастье – это дети. Счастье – это здоровые родители. Не знаю. В деньгах счастье или нет? Нет. Не всё в деньгах усмиряется. Счастье – это быть в мире с собой и с миром вообще вокруг. Понимаете? Когда у тебя в душе спокойствие, когда ты умиротворён. Когда ты принимаешь эту жизнь, которая у тебя есть, с благодарностью. Ну, в принципе, у каждого счастья своё. Может быть, я и считаю себя, а может, и полностью счастлив. Кто его знает? А теперь туда, где счастье есть точно. Поехали. Первая остановка на Советской площади Могилёва. Вот они, самые счастливые ребята – Екатерина и Илья. Это их первые минуты медового месяца. Первая супружеская фотосессия. И совсем ничего, что погода ветреная, и ещё не май месяц – любовь греет. Да, очень счастливы. Скажите, как вы познакомились вообще? Как вы долго шли к этому дню? Ой, уже долго, уже на 4 года познакомились. Мы друг друга давно знаем ещё со школы, уже давно учились вместе. Ну, Илья долго не решался сделать предложение? Ну, решился. Задумывайся, что, может быть, о детях. Вот сколько хотели бы детей? Два. А в этом известном Могилёвском здании те, кто уже спланировал и решился на пополнение. Это второй важный адрес счастливой семейной жизни. Роддом в плане счастья – место неоднозначное. Здесь и мучения, чего уж скрывать. И в то же время большая радость, счастье. Что может быть лучше – появление на свет ребёнка? Согласитесь, только счастливый отец способен водрузить так высоко шарики, чтобы сделать приятное своей счастливой жене. Покажи, Ляльич. У Романа и его супруги Ирины дочка – это первый ребёнок в молодой семье. Завтра выписка. А пока счастливый отец ходит к Роддому как на работу. В смысле, каждый день. И, кажется, до сих пор не верит в своё счастье. Сразу, конечно, заплакал от радости, от счастья вообще. Крикнул мама, у нас дочка, всё классно. Ирика наша молодец. Жена? Жена, жена, да. Как решили дочку назвать? Ну, вот, назвать, наверное, Анечка назовём. То есть мы сходили в церковь, узнали там какие имена. Ну, то есть это вот имя есть тоже. Будет Анна Романовна. Вообще семья – отличный источник счастья. Если всё хорошо, есть любовь, гармония и жить езде. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам можно? Конечно, заходите. Семья Зиминых совсем недавно переехала в новую квартиру. Построили трёшку по льготному кредиту. Сейчас вот обживаются. Пока мама на работе, с детьми Жорой и Дашей нянчится папа Юра. По съёмным квартирам мы 10 лет в общей сложности промотались, пробегали с места на место. Ну, конечно, это была очень долгожданная для нас квартира. Мы её ждали. Радости было, конечно. Мы первую неделю заехали, мы думали, что это чужая квартира. Мы не верили, что это наша. Ну, и, конечно, счастье, радости всего было. Прямо переполняла чаша, переполнялась, прямо выливалась. Ну, конечно, долго ждали, очень долго. То есть ваша семья – счастливая семья? Конечно, счастливая. Мы очень счастливые. Теперь у главы семьи появились новые заботы. Строители, конечно, старались, но с ремонтом Юрий медленность не собирается. Ламинат, натяжные потолки, плитка, ну и, конечно, новые обои. Не успели переехать, как дети, стены уже обновили. Родители не против. Областная госавтоинспекция. В коридорах этого здания соседствуют счастье и несчастье. Одних лишили прав или дали крупный штраф, вторые права получили или зарегистрировали приобретенный автомобиль. Вот как супруги Ирина и Александр. Копили, копили и вот купили. Старый, добрый, красный гольф. Покупка хорошая, быстро как-то все прошли, поэтому замечательное настроение. Можно сказать, что это тоже счастье? Конечно, конечно, счастье. Ну, как бы мы планировали, может, с полгода вот собирались купить. Вот купили, все, номера получили. Поэтому счастье, уже сели, поехали. Не нужно в общественном транспорте как бы томиться. Учительница истории и обществоведения средней школы номер 15 Галина Дудко тоже счастливый человек. Только что она стала победителем одной из номинаций областного конкурса «Учитель года». Когда ты занимаешься любимым делом и становишься лучшим в своей профессии, ведь здорово, согласитесь. Успехи всегда толкают вперед, выработка адреналина. Потом знакомство с новыми людьми. У нас замечательные конкурсанты. Все были, мы были дружны, без зависти. Приобретение новых нарядов, конечно же. Я счастлива и довольна. Вообще преподаватели счастливые люди, если, конечно же, считают профессию своим призванием. Они могут отчетливо наблюдать результаты своего труда. Тренер по тяжелой атлетике Анатолий Лобачев отметил 75-летний юбилей. Из них почти 60 лет он в спорте. Вырастил не одно поколение медалистов. Среди его воспитанников призеры Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Книга жизни Анатолия Леонидовича пестрит яркими страницами. Эпизодов очень много и ярких. Не знаю, я 4 года проработал в Индии. И вот там был самый главный эпизод, когда только приехал в Индии. Когда я Индию увидел, мне казалось, что я попал на тот свет. А потом я там привык, там очень хорошие, добрые люди. Счастье – это когда ты здоров, семья твоя здоровая. И мои воспитанники показывают высокие результаты. Считает себя счастливой и клоунесса Настя. Студентка НГУ имени Кулешова – волонтер Красного Креста. Сейчас она наведет марафет и пойдет веселить заболевших детей. Кардиологическое отделение детской областной больницы – невеселое место. Но сейчас будет весело. Почти час веселых конкурсов и игр. Дети отвлекаются от недетских проблем, попадают в королевство радости. Волонтеры Красного Креста здесь частые гости. Вместе с Настей сегодня ее однокурсник Дмитрий. Он считает, что этот день прожить не зря. Мне это нравится, и я этим занимаюсь. Ты считаешь себя счастливым человеком? Да. Особенно в такие моменты, когда приступаю к работе, когда дети улыбаются, смеются. Я чувствую, что нужен, значим. Счастье действительно бывает разным. Есть мнение, что к нему можно прийти двумя путями. Первый путь – внешний. Это когда человек улучшает условия своей жизни, удовлетворяет потребности. Второй – духовный. Он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако внешнее без внутреннего не может длиться долго. Настоятель Крестовоздвиженской Борисоглебской церкви, отец Сергий, ведет аскетичный образ жизни. Следуя заповедям, не стремится к материальным благам. Вообще счастье, в моем понимании, это не благополучие ни в коем случае, потому что это все приходящее. Знаете, как счастье, наверное, такое состояние, когда рядышком людям с тобой хорошо. Быть одному счастливым – это невозможно. Это такое самоудовольствие, да, там, какие-то блага земные, которые только для тебя. А вот когда рядышком человеку хорошо, что-то получилось, что-то удалось, и он доволен, он рад, ну тогда, наверное, я буду счастлив. Слушать отца Сергия можно долго, интересно говорит. Например, о людях, которые считают себя несчастными. Ведь все идет от головы. Как говорится, каждый сам кузнец своего счастья. Важно то, как относиться к жизни ее сюрпризам. Я знаю людей, которые никогда не будут ходить, но у них энергии, счастья на троих здоровых людей хватит. И когда человек думает, что вот ему так плохо, что ему хуже всех на свете, ну пусть оглянется рядышком на тех, кто вот с ним, вот рядышком там. Жизнь – это движение, движение вперед, да, движение к совершенству. А когда человек стоит на месте, да, вот тогда и рождаются эти мысли, что мне плохо, что я не хуже всех, да, я не счастливый, я не везучий. Человеку нужно трудиться. Экономисты и социологи, изучающие связь между счастьем и деньгами, отмечают, что жители богатых стран в среднем ощущают себя более счастливыми, чем жители бедных государств. Они же делают вывод – счастье все же зависит от денег, но чем их больше, тем меньше они на это счастье влияют. Вот так. Есть люди, у которых немного денег, и им не нужно за них волноваться. Они наслаждаются внутренним покоем. Вот что значит правильный настрой. Итак, подытожим. Счастье не в деньгах. Они, конечно, важны, но банковские билеты решают далеко не все в жизни. А вот возвращаться домой, зная, что там тебя ждут, жена, дети – это и есть счастье. Большое счастье. Пока. Да, и, кстати, будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok